Всем привет! Сегодня у нас с вами экспериментальное видео, что же дает нам регулятор и что же он отнимает. Исходя из моего предыдущего опыта, могу вам сказать со всей уверенностью, что регулятор это прежде всего удобство. То есть, если у вас бас слишком громкий или слишком тихий, вы можете убавить, либо добавить. Второй момент это то, что четко видно клип. То есть, если малейшие какие-то искажения есть, он сразу его показывает. Опять же, не забывайте, что регулятор это в первую очередь защита от дурака, так называемая. То есть, чтобы вы не сожгли по неопытности динамик. Если вы уже соображаете немножко в настройках, как правильно использовать оборудование, то в принципе он вам уже не нужен. Например, я ими не пользуюсь. У меня для регулировки используется совсем другой регулятор. Он ставится в разрыв RCA и клип я не вижу, я его слышу на слух. Я надеюсь, что видео будет вам полезным. Если вы его ждали и оно действительно вам нужно, не поленитесь, поставьте свою оценку. Ну и напишите свое мнение. Может быть, я что-то сделал не так в этом видео. Возможно, вы бы сделали по-другому. Ведь вы же все-таки специалист и опытнее, чем я. Приятного просмотра. В данном случае используется усилитель Победа 1500. Вот он у нас показывает клип. И это 1%. Давайте убавим. Убавляю. Вот, желтым загорелся. То есть искажения есть, но они практически не будут, по моему скромному личному мнению, создавать влияние на катушку динамика. То есть вот здесь 0.2, 0.3 показывает. Видите, цифры скачут. Вот. И при этом желтый. Это, ну, синус сейчас просто идет. Работает постоянное напряжение на усилитель идет. И переменка выходит на выходе. 700 Ватт. Это вот идеально чистый, можно сказать, сигнал. Если вы боитесь, что у вас желтое как-то там горит, моргает и так далее, убавьте еще. На один шелчок. Вот. Сейчас гейн не на всю. И чтобы вы понимали. Вот сейчас абсолютно чистый сигнал. Здесь по приборам искажения те же самые, но мощности уже 550 Ватт. Если не использовать регулятор, то есть вернуть все как было. Здесь настроен гейн, да, на усилителе. И здесь я кручу в полную. На всю. То он сразу показывает клип. Сразу. И 1000 Ватт показывает. Делайте выводы. Давайте я сейчас убавлю в ноль. Вот просто в минимум убавил. 9 Ватт, 10 Ватт. Видите, да, полностью мощность упала. Теперь я кручу гейн в пол. Просто в шишку. Максимум накрутил. И давайте пробовать регулятором настраивать. Значит, вот у нас регулятор в минимуме стоит. И 19 Ватт всего отдает. Погнали. На 12 часов регулятор. 420 Ватт. Искажения нет. Чистый сигнал. Так, вот пошли искажения. Легкие-легкие. Два щелчка назад. Идеальный сигнал. И мы видим 560 Ватт. При этом 0,3 искажения. 0,3. Это еще даже можно. Смотрите. Раз. Щелкнул. Два. Щелкнул. Три. Четыре. И вот на четвертом уже клип. Здесь. Видите. А прибор еще не фиксирует. То есть, ну, на самом... Не знаю. Не видно, наверное, да, было? На самом деле, вот здесь уже клип. А здесь все нормально. Давайте еще один щелчок. Два. Вот только сейчас клип пошел. 1100 Ватт отдает усилитель. И уже около 1% искажений. Делаем назад. Щелчочек. Раз. И все. 0,3. 0,5. Есть, да. Есть клип. Верхушка режется. Делаем еще один щелчок назад. Тут клип просто горит. Потому что синус. 890 Ватт. А искажения минимальные. 0,2. 0,3. И вот эти 0,2. 0,3 еще. Раз. Два. Видите? Вот. До желтого. Желтый. Когда желтый горит. Вот. Я все время пропадаю с кадра. Желтый. Когда горит. Это идеальный сигнал. Вот. 0,3. 0,2. Все. Шикарно. 700 Ватт. Щелкаем еще разок. Желтый. Еще разок. Красный. Загорается. Здесь прибор не фиксирует вообще искажения. То есть. Ну, чистый сигнал. Видно его. Но зато мощность увеличилась. На два щелчка назад. Где только желтый. И у нас. На 100 Ватт меньше. Если мы докрутим до того момента. Когда клип вообще не горит. Полностью. У нас при этом синус идет. Но клипа нет вообще. Тут 550 где-то. 560 Ватт. Хотя искажения те же самые. 0,2. 0,3. Видите, да? Да. Если в шишку фигнуть. То полтора киловатта почти. Ну, питание плохое у нас. Просаживается. Вот такая история, ребята. Делайте выводы. Как уж это вы будете настраивать. Я не знаю. Я этими регуляторами никогда не пользовался. И не собираюсь. Я ставлю их в разрыв. То есть. Не такой, а другой. Потому что в основном у меня несколько моноблоков. Сейчас в системе. Ну, а вам, если у вас такой вот недорогой моноблок какой-то. Может быть пригодится в использовании. Может быть будете ставить. Ну, имейте ввиду, что с ним. С тем, что вы. Вы, конечно, видите клип. То есть. Это идеальная ситуация. Когда вы. Вот. Накрутили у вас на музыке желтым моргает. Ну, и в принципе, я думаю, это будет нормальная ситуация. Если у вас на музыке будет красный моргать. То это уже, конечно, плохо. Но, опять же, при такой ситуации, когда моргает красный, мощности, конечно, будет больше. В идеале, когда тут вообще ничего не моргает. То есть. Горит кнопка power. Лампочка, да? Диод. А лампочка или диод клип не горит вообще. Ну, при этом мощности очень мало. По моему скромному личному мнению. Вот как-то так, ребят. Такая информация. Надеюсь, она кому-то из вас будет полезна.